всем добрый добрейший день почему-то у нас youtube перестал работать не получается у него у ютюба но сейчас начал опять надеюсь что сейчас будет все хорошо все дорогие друзья и так мы продолжаем изучать тору сегодня мы находимся в книге дворим глава дворим второй день и во второй день во второй день сегодня речь пойдет о том вообще вся книга дворим это последние 7 дней жизни моисея машера бену перед смертью он решил увещевать и вересе народ им сказать увещевание да то есть то ха ха увещевание то есть как бы он им хотел чуть-чуть знаете как вот когда например один человек другого критикуют что он хочет в принципе что он хочет вот если например кто-то меня критикует или я кого-то критику там детей или сотрудников или жену например да я же но не критикую но в принципе если она меня критикует или кто кто-то кого-то критикует что человек хочет по большому счету он хочет исправление какого-то поведения да то есть человек который критикуют он хочет чтобы второй человек изменил свое поведение а что получается а получается что вместо того чтобы изменить поведение тот кого критикуют он обижается он очень сильно обижается его это ранит и он вместо того чтобы изменить поведение он говорит критикующему знаешь что ты на себя посмотри а вот ты например меня критикуешь, а ты-то сам. И начинается конфликт. Обычно это в большинстве случаев критика переходит в конфликт. Поэтому Машер Абейну всю жизнь он еврейский народ не критиковал. Он ничего им не говорил вообще при жизни. Он все время за них заступался. Он перед Всевышним за них все время говорил, что Всевышний искал на них все время оправдания какие-то. То есть он посвятил свою жизнь еврейскому народу. Но перед смертью он решил им все-таки сказать. Решил все-таки им сказать, что ребята, есть у вас проблемки. Серьезная проблема в поведении, серьезная проблема в... И он это все начал им высказывать. И вся книга Дворим в принципе это одно большое увещевание. Это предсказание того, что будет, если не будете идти по Торе. То есть если еврестий народ и каждый человек в принципе отпустит свою жизнь и ее как бы скажет, пускай мною управляет моя животная часть, моя животная натура, то концовка будет всегда очень плохая. То есть животная натура человека, если он ее отпускает, ведет его к очень плохому концу. И вот здесь значит во втором отрывке говорит Машер Абейну. Бог всесильный, отцов ваших, он сделал вас очень размножен, сделал вас очень многочисленными, да. И благословил вас, благословил вас. То есть мы видим, что из 70 человек, которые спустились, 70 душ вместе с Яаковом, Яаков получил имя из Страэль, спустились в Египет. Одна семья. Представляете, одна семья потом стала еврейским народом и изменилась вообще Яаков. Один человек даже. Зачем одна семья? Вначале был Авраам, один человек, который был еврей. Еврей это тот, кто на другом берегу стоял от всего мира. Он сказал, я не верю, выдал поклонство. Я не верю. То есть все. Папа мой верил, молодец. В там Немрод царь верит, пусть верит. Я не верю. Я верю в Бога. И он значит, это был Авраам, это его сущность была, который имел вот эту внутреннюю силу идти против всего мира он был, да. Теперь, значит, да, что-то у нас сегодня Ютуб сбоит. Поэтому все, кто смотрит нас на Ютубе, пожалуйста, переключитесь на Телеграм или Фейсбук. Я не буду больше подключать, что-то Ютуб сегодня плохо работает. Значит, потом был Ицхак, сын Авраама, который перенял от своего папы все, что можно было. Причем до такой степени, что он вообще даже не только мир отрицал, он вообще реальность отрицал. То есть он отрицал вообще Ицхак. Он, когда ему папа сказал, ты знаешь, мне Бог, Творец Мироздания, сказал тебя принести в жертву. Ицхак говорит, ну давай, папа. Бог сказал, значит, а что здесь хорошего в этом мире? Давай, приноси в жертву. То есть это у него была такая вера в Бога, что он даже готов был жизнь свою отдать, даже если сам он не слышал этого приказа Всевышнего, но он настолько верил своему отцу Аврааму. И, значит, это наследственность, это генетика. Потом был Яков, который боролся с ангелом и победил. И так получил имя Исраэль. Исар, это который боролся с ангелом, представляете? То есть у него сила есть бороться не только с людьми, не только с реальностью, но и с ангелами. И он эту силу в себе открыл, почувствовал. И вот у него было 12 сыновей, с которыми он спускается в Египет. И там 70 человек, их было 70 душ. И вот Мошерабену прошло с того момента 210 лет. И Моисей говорит, Бог, смотрите, как вас размножил-то. 600 тысяч мужчин, 603 тысячи мужчин вышло из Египта, 603 тысячи. И всего было где-то полтора-два миллиона людей с женщинами, с детьми, со стариками, там, где-то до трех миллионов, между 2 и 3 миллиона. И он говорит, значит, как могу я сам лично нести ваши все тархахэм? Тирха – это сложности, трудности. Умасахэм. И ваши все в масса – это то, что человек поднимает какие-то вопросы, да? «Вэрифхэм и ваши ссоры». Он говорит, я понял, что я один, не могу со всем этим справляться. «Авулахэм, анашим хахамим». И дал я вам это. Он им сейчас вспоминает, как Итро, его тесть, посоветовал поставить судей. То есть Итро к нему подошел, к Мошерабену, говорит, смотри, все вопросы в народе решаешь ты. Но это нереально, и люди не могут до тебя добраться. И, значит, ты сам постоянно перешаешь вопросы. Итро ему посоветовал, его тесть, сделать судей. И тут очень интересно написано, что Итро ему посоветовал семь качеств для судей взять, чтобы они были хахамим, чтобы они были мудрыми, невоним, чтобы они были сообразительными. Мудрый отличается от сообразительного тем, что сообразительный он понимает еще на несколько ходов глубже. Мудрый, он может спокойно сидеть и, значит, он мудрый, да, спокойный такой, мудрый. А сообразительный, он может, знаете, есть такое вот свойство ума, которое проникает в глубины. Это значит, это значит, это значит, это значит. И сообразительный он вот это, это значит, он может цепочку продолжить, как в шашках, на там 3-5 ходов. Еду им, то есть люди должны их знать. Потому что суть человека, она видна с детства. Вот, например, когда человек с детства растет в каком-то городе, да, его видно, каким он был в садике, каким он был в школе, каким он был в институте, каким он был. И если у этого человека всегда он был честным, порядочным, помогал, не подставлял и так далее, то такого человека можно сделать судьей. И, значит, посоветовал трот этих людей поставить над народом Израиля. Но что интересно, когда Мошер Абейну, он нашел этих судей, и он пишет «Вояках этрашей шефтехэм, и взял я, поставил над вами глав, людей хахамим, мудрых, знающих он нашел, в еду им, и известных своими хорошими качествами нашел, и поставил их над всеми, но сообразительных не нашел». То есть людей, которые обладают вот этим качеством ума, видят на несколько ходов вперед, видят как бы вглубь реальность. Как говорил царь Соломон, он говорит так, что «Коль дерахиш яшар бейнаф». То есть, когда человек что-то решает делать, ему его путь кажется прямым. То есть, любой человек, который идет банк грабить, он думает «Ну, классно я придумал, сейчас банка граблю». Другой человек идет там, например, в МММ деньги вкладывать, он думает «Ну, круто, я сейчас деньги вложил». То есть, куда бы человек ни шел, жениться, оба стоят, все, мы женимся, значит, все, женюсь в этот самый. Я недавно разговаривал с одной, ну там, одной женщиной, и религиозная такая, да. И вот она хочет выйти замуж за одного человека, все раввины сказали «Нет, вот нельзя». Вот прям нельзя, они сказали. То есть, это такой человек, что, ну, нельзя. А она говорит «А я хочу», вот «А я верю», значит. Это каждый, царь Соломон сказал, путь человека прям в его глазах. Но следующие, как бы, последствия могут быть путями смерти. Так, вот это вот качество сообразительность, качество сообразительность, оно очень-очень... Сейчас, секундочку. Так, что у нас с Телеграмом теперь? Все, все видно, все хорошо. Только у нас плохо работает Ютуб почему-то. Ютуб, не знаю, почему плохо работает. Значит, и Телеграм сейчас перестал работать. Что ж такое? Все, Телеграм тоже работает хорошо. Значит, Машер Абайну им об этом сказал. Да, и поставил я их тысячниками над сотнями и над пятьюдесятью и над десятками. И поставил я отдельно людей, которые назывались шатрим, которые будут выполнять решения суда. То есть, в любом обществе, мы учили в Перте-Авод. В Перте-Авод был такой, его звали Раби Ханина Сгана Коаним. Он был заместитель Коина, первосвященника. И он говорил, что каждый человек должен молиться за то, чтобы был мир у царства, в котором он живет. Что если бы не страх перед царством, перед царской властью, перед полицией, милицией, судами и так далее, Ишет Реу Хаим Балау, человек бы ближнего своего глотал бы живьем. То есть, нам устная тора говорит, что природа человека обычного, который не хочет себя ограничивать, который не хочет, у него нет стремления к духовности. И даже тот, у кого есть стремление к духовности, его природа, суть его, да, это животное хищное. Человек, это не травоядное животное. Хотя интересно, что если посмотрим на пищеварительную систему человека, то она между хищными и травоядными. Там у травоядного, например, 25 метров, пищевод это кишечник. У хищного 5 метров, по-моему, короткие очень хищных животных. А у человека 15, между травоядными и хищными. И интересно, что у хищников есть клыки, у травоядных есть вот эти вот клыки и резцы у хищников, чтобы рвать мясо. У травоядных, у них есть вот эти жевательные зубы, которые жуют. А у человека есть и жевательные зубы, и клыки, ну такие небольшие, и резцы, которыми рвать можно мясо. То есть человек, он и там, и там, среди животных. Полухищник, полутравоядный. Теперь, но, если нету страха перед властью, то есть, что придет милиция и, значит, накажет, придет и справедливый суд, то люди будут живы, друг друга живыми глотать. То есть будет закон джунглей, кто сильный, тот и прав. Поэтому были поставлены судьи, и самое важное, чтобы судьи были очень порядочные. И второе, были поставлены милиция, которая должна выполнять решение судьи. И дальше Маша говорит, я приказал судям, чтобы они между братьями, и, в общем, чтобы они судили справедливо, между человеком, его братом, и между пришельцем, и тем, кто, между пришельцем и тем, кто уже родился евреем, чтобы был одинаковый абсолютно суд без, без, главное это справедливость. Справедливый суд это основа существования общества. Как только в стране нарушается справедливый суд, следующим этапом в страну приходит война, следующим этапом в страну приходит исчезновение, если не стали судить справедливо. И это очень-очень прямо в устной торе, прямо четко сказано, что те страны, в которых не будут уважаться права человека, будет нарушаться справедливый суд, те страны исчезнут. И мы видим, что на протяжении истории, что так и происходило. Все страны, где была узаконена несправедливость и разный суд по отношению к разным людям, да, то есть, если ты бедный, то тогда тебя можно вообще за человека не считать, если ты богатый, так ты вне суда. Все те страны, в которых так было, все они исчезли. Теперь, говорит Маша Рабейну, не лицеприятствуйте в суде, как маленького, так и большого, то есть, знатный человек, незнатный, маленький, немаленький, выслушать должны судьи каждого. Да, и не бойтесь, не бойтесь, он говорит, приходит там на суд какой-то бандит и так далее, не бойтесь его, потому что мишпад, потому что суд, он для всесильного, то есть, всесильный, он все равно наведет порядок. Но если вы, суди, начинаете судить несправедливо, вы становитесь соучастниками всех тех преступлений, в которых вы несправедливо судили. Судья, который несправедливо кого-то засудил, это не просто он сидит такой, я судья, несправедливо. Если у человека забрали деньги по суду несправедливо, то судья конкретный грабитель, то есть, он соучастник преступления, соучастник грабежа. Вы не сами, Хоров, Венелех, это Коля Мидбар, дальше Маша Рабейну продолжает. Вот я поставил судям, он как им пересказывает те события, которые были, начиная от выхода из Египта, и он при этом им, тут скрыто в этом тексте, он их увещевал, но могли его понять только те, кто делали преступления. Потому что устная тура говорит, что, а, вот вы же ко мне подошли, вы сразу на это согласились, вы там и так далее. То есть, Маша Рабейну им как бы показывал, что они изначально хотели, чтобы были судьи, там, родственники, друзья, а каждый думал, что его судьей сделают. Там были такие намеки, просто нам эти намеки из текста непонятные. И, значит, пришли мы тогда в Кадыш Барне, а дальше он продолжает. Я сказал вам, что вот вы пришли к горе Аймори, который Бог всесильный дает нам. И вот, посмотрите, Бог дал всесильный, дал перед тобой эту землю. Значит, поднимись и унаследую, как говорил Бог твоим отцам. Иди, не бойся и не, как бы, не сомневайся. Это Маша им вспоминает, как они подошли, когда из Египта к земле Израиля, как они должны были поступить. А что они сделали? Они, вы знаете, испугались и так далее. Вот мы сейчас будем 9 авгу это вспоминать очень сильно. Теперь, значит, Маша Рабейну им рассказывал все события, и он, как бы, показывал все их ошибки, которые у них были в тот момент. Я сейчас вспомнил одну историю, очень интересную, про адвокатов и про судей. Значит, как-то одного человека судили за какое-то преступление, и, вернее, не так. Это у него был суд с другим человеком, за какое-то имущество, например, да. Суд был, и вот они пришли в суд, судились они за какое-то имущество, и один хотел у другого это имущество забрать, а тот ему не хотел отдавать, или они оба претендовали на одно и то же имущество. Здесь есть огромная разница. По суду тот, кто хочет у другого забрать что-то, он должен привести доказательство, что это его, а тот, кто держит имущество, да, он не должен приводить доказательство, что оно его. Оно по факту его, он его держит. Поэтому там захватили какой-то завод, тот, кто хочет его вернуть обратно, он должен доказать, что это его завод, да. Вот документы, вот я его купил, вот он мой и так далее. А тот, кто его держит, он не должен доказывать. Теперь, значит, был какой-то суд. И тот, который был в суде, один из них, он был такой очень хитрый. А судья был честный. И он говорит своему адвокату, слушай, давай дадим взятку суде, чтобы он в этом деле нам как бы подыграл. Адвокат говорит, вы знаете, говорит, этот судья честный, он не берет взяток вообще. То есть он настолько честный и кристально, что если ему дать взятку, он наоборот, это будет такой скандал, такой будет вообще. То есть нельзя. Этот, который судился, говорит, да не бывает такого. Ну что вы рассказываете, как он не берет взятки? Все берут взятки. Он говорит, я вам говорю, этот судья взяток не берет. Подсудимый, он был мудрый человек. Он такой, он говорит, ладно, посмотрим. Он был не мудрый, он был хитро-мудрый. Значит, на следующий день суд. Судья явно им подыгрывает. Он на вторую сторону вообще кричит, не дает им там встать. Значит, все, орет на них. В общем, явно подыгрывает этой стороне. Она выигрывает в суде. И адвокат говорит, что-то мне непонятно поведение этого судьи, потому что он явно был на нашей стороне и против второй стороны. А подсудимый, говорит этот клиент, он говорит, А я потому что ему дал взятку. Тот говорит, я не верю вам. Не может такого быть. Этот судья не берет взятки. Это, ну, как бы, известно у нас у адвокатов, не берет. Подсудимый говорит, ну да, вы мне вчера это говорили. А адвокат говорит, а как же? Он говорит, а да, вы же не поняли. Я ему дал взятку, послал ему взятку, но подписал от второй стороны. Поэтому он на вторую сторону очень гнился за то, что они пытались ему дать взятку. И этим самым, как бы, этот подсудимый, он схитрил. И он сделал так, что как будто бы вторая сторона хотела подкупить судью. И вторая сторона поэтому... То есть, представляете, какие есть люди вообще, аферисты, хитрые такие, да? Которые умеют увидеть на два-три хода вперед. Но если по суду он был неправ, то что будет дальше? А дальше, даже если он выиграл по этому суду, то в итоге все равно все вернется. И суд-то для всесильного, то, что Машарабену им сказал, что все ваши ухищрения, они как бы детски лепят. То есть, если ты думаешь, что ты можешь взять то, что тебе не принадлежит, то ты можешь взять, но тебе за это придется заплатить точно по суду Торы. Хорошо, теперь Мишлей. Вот тут как раз и открыты все эти законы. И сегодня 17-я глава, очень интересная 17-я глава. В ней есть тоже как раз про взятку. Про взятку прямо очень... Тут есть интересный такой момент. Ну, в начале, первый отрывок 17-й главы, первый отрывок 17-й главы, он очень такой фундаментальный подход к жизни. Если этот отрывок запомнить, его повторить сегодня 101 раз, если с этим отрывком прожить сегодняшний день, его запомнить реально, чтобы он стал частью вашего мышления, то тогда, тогда я вам говорю, что жизнь плоды этого отрывка, как Тора, это как корни. А плоды ее, это очень счастливая жизнь. Вот смотрите, говорит царь Соломон, мудрежий из людей, то в падхарыва, в эшалва ба. Говорит он так, лучше кусок хлеба сухой и мир. Шалва это такое состояние, шалва, прям в самом слове есть такая. Есть шалом, это как бы цельность и мир. А шалва это такое благоденствие, спокойствие такое, да, расслабленность, шалва. Значит, так лучше сухой кусок хлеба и есть вместе с ним шалва. Вот это вот такое благополучие и спокойствие. Мибайт малезив хейриф. Чем дом, который полный скота заколотого, то есть заколотый скот имеется в виду, когда, например, что-то было хорошее, были жертвы шламим, благодарственная жертва. И вот человек, например, приходит там, человек домой, он там выиграл в суде вот этот суд, забрал он, отсудил он этот завод, значит, приносит он в жертву быка этого, приносит домой эту еду. Детям говорит, значит, а ну, смотрите, как мы молодцы, отобрали у этого имущества, у этого второй стороны, победили, все. Значит, но если он такой агрессивный, то и дети же его, наверное, будут агрессивные. А если дети его будут агрессивные, то что? Может быть конфликт. И говорит нам царь Соломон, что лучше, когда в доме, пускай будет меньше денег, меньше еды, но будет шалва, мир и такое очень миролюбие, чем когда есть вот много там мяса, вот этого всего, но есть ссора. То есть ссора глобальная, здесь он как бы нам показывает приоритетность внутреннего покоя над внешним успехом. То есть может быть внешний успех, и внешне все может быть очень ярко, но когда внутри у человека беспокойство, тревога, когда он там с кем-то ругается, на конфликте и на адреналине, то возможно, ну, царь Соломон говорит, что лучше, тоф, лучше, сухой хлеб и состояние, умиротворенность, вот, умиротворенности, чем много всего, но вместе с ним, с этим ссорой. Дальше здесь он говорит такую интересную вещь, но шансов-то у нас нету, потому что третий отрывок такой. Мицареф лякесов в курли зааф, значит, когда делают серебро чистое, то его накаляют в специальной печке, которая называлась мацреф, то есть его накаляли до высокой температуры, из него выжигали какие-то примеси. курли зааф, для золота была печка, которая называлась кур, и она была более, большая температура, более сложнее было делать, убхэн льбот ашэн, и проверяет сердца Бог. Значит, все вот эти вот события, какие-то стрессы, какие-то сложные события, как бы выход из зоны комфорта, они все служат для того, чтобы проявились внутренние качества человека. И так как этот мир, это не мир получения награды, это мир духовного совершенствования, это мир заработка награды, то невозможно здесь, в этом мире, пролежать на диване. Известная история, когда Яаков, он хотел пожить в мире Бешалва, прямо есть такой в устной торе комментарий, что Яаков, про отец Яаков, наконец-то он возвращается, 12 сыновей, жены, деньги, стада, и написано, он хотел пожить Бешалва, в таком вот умиротворении, и тут у него начинается неприятность, Юсеф, конфликт Юсефа с братьями, братья хотят убить Юсефа, и в итоге они его продают в Египет. И Яаков сидит, пока он не узнал, что Юсеф жив, он был все эти годы в страданиях и в трауре. Получается, что Всевышний ему говорит, смотри, ты праведник, у тебя есть вечность, у тебя есть вечная жизнь, у тебя есть, столько будет наслаждения там, уже в грядущем мире. В этом мире, это ты должен постоянно работать, как Равыцкак Зильбер, Зихраноцедик Левраха, он все время, он даже не ходил, он бегал все время, там до 87 лет. Был момент, когда ему врачи запретили выходить из дома, он убежал, и поехал в Ешипов, как раз, который я учился, у него был раз в неделю урок Торы, и он там была такая большая лестница, у него сердце уже почти не работало, и он не мог подняться на лестнице, он полз по лестнице, чтобы долезть до верха, чтобы провести этот урок Торы свой постоянный. То есть, этот садик, он не ищет покоя, он в этом мире, он работает, ну, прям преодолевая свою природу, Бемисрутнефеш, с самопожертвованием, как плавильная для серебра, как гарнира для золота, сердца испытывает Бог, Бог дает нам испытания, и он каждому дает только те испытания, которые человек может выдержать. Значит, дальше, ну вот пятый отрывок, например, Луэк Ля Раш, тот, кто смеется, насмехается над бедным, Хэреф Осеу, он делает, он позорит творца, который сотворил мироздание, потому что Бог все в этом мире сделал, это его мир, он все сделал, это мир Всевышнего, и тот, кто насмехается над бедным, он как будто бы позорит творца мироздания, и тот, кто злорадный, не избегнет кары, тот, кто злорадствует, когда кому-то плохо, когда кому-то там, и так далее, тот, кто злорадствует, не избегнет кары, но тут тоже все понятно, мера за мером. Я хотел, хотел здесь, вот, восьмой отрывок 17 главы про взятку, раз мы уже говорили сегодня в недельной главе про судей, давайте чуть-чуть поговорим про взятку, как работает взятка, значит, «Эвенхен ашохат бене баалав», как камень драгоценный, взятка в глазах того, кто ее держит, «Элькол ашер ифне», в каждую сторону, в которую он повернет, ястиль, его интеллект, его интеллект как бы объяснит, то есть, смотрите, как работает, «Взятка, она, Эвенхен, она как камень драгоценный, взятка в глазах того, кто ее держит», и в какую сторону взятка поворачивает, то интеллект уже тогда он подтвердит, значит, есть, ну, чтобы было понятно, я хочу пример привести, значит, один парень из московской семьи, такой прям, очень интеллигентной такой семьи, московской, сновы такие, он приезжает и говорит родителям, «Я хочу жениться на Чупче, девушка Чупче», они говорят, «Какая девушка Чупче, ты, значит, должен жениться на дочке профессора, минимум», он говорит, «А я хочу мне, я ее люблю», значит, «Люблю», а родители отговаривали, там отговаривали, отговаривали, все, он говорит, «Нет, люблю», в общем, приезжают они, он говорит, все, никаких разговоров, приезжают сейчас ее родственники к нам домой, значит, будет процесс, как, ну, в общем, это, не сватовство, будем жениться, по-простому, приезжают ее родственники, говорят, такие Чупчи заходят, прям к ним в дом, профессорская квартира, где-то в Москве, заходят они все, родители стоят, не знают, что говорить, говорит, встает там ее дядя, говорит, «Вы знаете, я, как ее дядя, хочу подарить ей подарок на свадьбу молодоженам, значит, 10 тысяч оленей, стоимостью 2 миллиона долларов, встает другой ее дядя, говорит, «А я дарю, у меня вот есть золотой прииск, стоимостью 5 миллионов долларов, дарю, значит, молодоженам золотой прииск», мама такая, жениха, папе говорит, «Смотри, какая она симпатичная, говорит, очень на японку похожа, прям, прям японочка, говорит, что человек, которому дали взятку, он уже, он уже даже по-простому, вот смотрите, сидит человек, например, да, он худеет, он на диете, и тут ему принесли его любимый торт, тирамису, или там, какое-то кремовое пирожное, и он знает, что ему нельзя есть, но он же хочет, когда у человека есть желание, это уже взятка, и он, значит, смотрит на это пирожное, и говорит, ну, что говорит он, один раз живем, правильно, правильно, один раз, не, значит, ничего страшного не будет, тоже правильно, 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 и, значит, ну, и кто не курит, и не пьет, тот здоровен, тем умрет, это же известно, народная мудрость, это его интеллект пытается найти зацепку, чтобы дать ему разрешение, найти какое-то интеллектуальное разрешение, чтобы оправдать его взятку, потому что взятка уже повернула его сердце, он уже хочет, он уже отказаться не может, но ему нужно какое-то интеллектуальное разрешение, и это то, что говорит царь Соломонам, как принцип, как работает жизнь, камень драгоценный, взятка в глазах того, кто ее держит, и эль коль ашер и фне, в каждое направление, в которое она повернется, ястиль, сэкль, его интеллект, он туда поведет, в Талмуде рассказывается тоже история, как был один судья, раби Йоханан, у него был арендатор его поля, который, который, ему платил аренду за поле, и вот, а раби Йоханан был судья, и тут этот арендатор, он ему приносил обычно деньги, раз в месяц, почет по, например, по средам, а суды были по понедельникам и четвергам, в городах, и этот арендатор приходит в понедельник, и говорит раби Йоханану, говорит, вы знаете, я раньше на два дня принес вам арендную плату, у меня как раз сегодня суд, и я, хотел бы, чтобы вы были судьей, вот у нас там есть вопрос с одним соседом, раби Йоханан говорит, нет, говорит, я не буду вашим судьей, потому что судья должен был быть честным, он должен быть нелицеприятствую, написано в недельной главе, как раз дворим, и я боюсь, что я не смогу тебя судить объективно, потому что, я к тебе хорошо отношусь, плюс, ты же мне сегодня принес деньги раньше, а это мне приятно, и я боюсь, что я даже незаметно для себя буду на твоей стороне, поэтому я судить не буду, и рассказывается в Талмуде, что раби Йоханан для интереса пошел на этот суд, но он стоял возле двери и слушал, и когда говорил его арендатор что-то, он говорил, да, красиво сказал, молодец, ему очень нравилось, как арендатор говорит, и все, то есть мы отсюда видим, что как камень драгоценный шохот, беней, баалав, в каждую сторону, куда оно повернет, оно, значит, в общем взятками, смотрите, и тут опять возникает вопрос, очень сильный моральный вопрос, можно ли давать взятку или нельзя, и тут я вспоминаю еще одну историю, последнюю на сегодня, про суд, когда один еврей, значит, он пришел на суд с, не евреем, еще в России, это было в России, когда евреи были, даже у них не было равных прав, они были угнетенным меньшинством, которым нельзя было жить в городах, просто и потому, что они верили во Всевышнего так, как они верят, а им говорили, раз вы верите в Бога так, как вы верите, то, значит, вы не граждане, там, они были полностью ущемлены, так и полурабское, что само по себе было очень несправедливо, и вот такой еврей судился с не евреем, и судья изначально, изначально, значит, считал, что еврей виноват, и еврей этот говорит адвокату тоже, давай дадим взятку, тот говорит, так нельзя же по вашей вере давать взятку, он говорит, нельзя давать взятку, чтобы искривлять в суде, но чтобы был справедливый суд, чтобы нас судили одинаково, это можно, то есть, дать взятку, чтобы восстановить справедливость, и вот тут возникает вопрос, не все согласны, что можно даже дать взятку, чтобы восстановить справедливость, В Торе написано «Цедек, цедек, кирдов». Два раза написано «справедливость», «справедливость за ней гонись». И есть, как очень много в устной Торе комментариев на эту тему, что задается вопрос, можно ли восстанавливать справедливость несправедливым путем. Например, если какой-то человек украл, и он, значит, украл, а у того, у кого украли, нет доказательств. И тот, кто украл, он нагло прямо говорит, ну что, ну как ты докажешь, что это твое? Да, я украл, но ты же все равно не докажешь, что это твое. И тот, у кого украли, он говорит, слушай, а я сейчас своих друзей-одноклассников попрошу, чтобы они засвидетельствовали, что это, ну, чтобы у меня были документы, свидетельства. Может ли он так сделать или не может? Чтобы несправедливо, как бы обманом, но восстановить справедливость. Так вот, по Торе нельзя. То есть, ту историю, которую я рассказал, это была просто иллюстрация, как работает взятка, но есть там очень много нюансов, которые нужно узнавать только у настоящих раввинов. Я вот тоже, я хочу одну вещь сказать. Я видел недавно в Ютьюбе один ролик, в котором рассказывалось про евреев, почему евреи там и масоны управляют миром, все. И там показали евреи, я не знаю ничего про масонов, но мне кажется, что тот масон, он такой же масон, как и математик, например, да, или я не знаю, как, ну, вообще, ну, про масонов я ничего не могу сказать. Но те евреи, которых показали, это не раввины, которые являются раввинами. То есть, есть раввины, которые там, Равшмуль-Каменецкий, это Равнепропетровский, то есть, это раввины, которые действительно люди, которые возглавляют, ну, возглавляют еврейский народ. Вот, есть там Рав, например, недавно умер Рав Эдельштейн, он умер, ему было 104 года, он еще на русском говорил. Есть, то есть, есть раввины, был Любавич Стеребы, да, который на пяти языках говорил. То есть, когда показывают людей и говорят, вот, раввины, посмотрите на них, а это просто люди в шляпах, с бородами, в типах, то есть, прекрасные люди, хорошие люди. Но когда их показали в этом ролике, как раввинов, которые олицетворяют евреиский народ и Тору, это было очень, очень, вообще, как сказать, большая натяжка, огромная натяжка. Это просто люди в типах. И очень важно тут помнить, не каждый человек, который с бородой в типе и в шляпе, он раввин, вообще не каждый. И даже не каждый человек, который с бородой в типе и в шляпе, религиозный. То есть, можно быть в шляпе с бородой в типе, вот, самый огромный, и вообще не быть религиозным. А можно быть без типы, без бороды и без шляпы, и при этом 95% действий делать, исходя из Торы, за счет внутренней какой-то честности, за счет внутренней справедливости и так далее. То есть, религия – это именно справедливость, честность и, ну, такая очень высокая духовность. И когда человек, одетый как религиозный, ведет себя не по-религиозному, а бывает, что человек, одетый как нерелигиозный, ведет себя очень по-религиозному. Но главный вот этот вот момент – это вера в Бога. Это как бы, это стержень, на котором стоит религия. Вера в Творца Мироздания и в то, что Он полностью, нет никого кроме Него, и что Он полностью управляет миром. Вот это вот, как бы, основа. А дальше это все уже нюансы, законы. Все, всем удачи, удачи, успехов, чтобы Всевышний, заслугу того, что мы так хорошо поучились сегодня, да, чтобы, чтобы Всевышний услышал наши молитвы. Сейчас самое время написать свои выводы из этого урока. И после того, как выводы у вас будут, значит, помолитесь, чтобы Всевышний прям вам помог в каких-то ваших делах. И подумайте, как вы можете помочь другим людям, как вы можете помочь, как та мера, которую человек меряет, меряют ему. То есть, станьте источником добра, и Всевышний через вас будет давать очень много добра в этот мир. Все, всем удачи, успехов и до завтра.